Возьмешь жидкость, возьмешь белый, возьмешь коричневый, возьмешь зеленый и вот этими двумя цветиками избавишься от белого полностью. Вот такой некий, никакой цветик и ты полностью избавишься от белого. Поскольку там ты видишь зеленцы и коричневизны немало, это будет как бы просто избавление от белого. Краску ты будешь использовать достаточно вязкую и вот так штриховательно полностью избавишься от белого. Голубой и коричневый дадут мощную темноту. Вот прямо вот так заложишь на холст то, что очень темно. Голубой и коричневый. Голубой и розовый тоже даст хороший оттенок. Согласны? Вместе они вообще рядом очень хороши. зелененький. Это изумно. Вот так штриховательно подсунешь. То есть практически то же движение, только штриховательное. Здесь ты набирала вот так, здесь ты наберешь вот так. Желтый-розовый наберешь приблизительное звучание пятна дальника. Розовый можно разделить, получить вот такой оттеночек. И тоже вот так вот штриховательно. Понаберешь, понаберешь, понаберешь. В отражении вся эта желтота и розовизна тоже пришли. И ты ее тоже наберешь вот с такой укладкой. чтобы потом совершить вот такие действия по отношению к воде. Вода отражает в себе, как в зеркале, эффект зеркала, да, образуясь на людей, отражает то, что над водой. А белизна всплесков воды создаст, смотри, идею плоскости воды, плоскости воды, перерубающей отражение. И получается эффект, да? Плоскости и отражение. Ну а потом уже начнем все эти подробности. Пока белый еще не нужен, давай к тобой. Вертикаль. Везде, где вода, где ты видишь воду, это и здесь. И здесь. Вытирая тряпку, создаешь идею висячести отражения. Нарочито ровно, нарочито вертикально. Не по косой, не приблизительно вертикально, а нарочито вертикально. Хорошо? Нарочито вертикально. Я-то ее на этом смазала. Смазать не надо. Надо потом положить всплески пены на воде. Я-то ее вот так вот, а потом? Всплески пены на воде. В том числе и падающая с порожика вода. Глину наконец-то стоит себе выдавить. Падающая и спененная вода. Ады. Прямо по моим следам подпоставишь свои. Там, где виднеется зеленца, чирк с очвяком. Такой ударчик по холсту. И вот у тебя вырастет трава. Там, где у тебя камни, ты возьмешь мастихин и начнешь нарезать идею камней. Нарезать. Камни это несколько ломаная, рубленая история. Какие-то будут длинные. Какие-то будут кругловатые. Но все они чуть-чуть рубленные. Согласен? Да. То есть ты их пока обозначишь вот так. Потом ты к этим камням приделаешь теневые. Грязноватого цвета. Больше стали похожи на камни, да? Теневые. Грязноватого цвета. Это я оставил освещенные их места. У них на макушках более освещено, да? А тональности камни могут быть как голубоватые, так и розоватые, сиреневатые, коричневатые. Такая уштрихованная площадка сюда. А та площадка обращена к свету. Похожая история с этими камнями вот в этом пространстве. На береговой дальнего плана. Рублен, но как бы склоняясь к воде утюжками камни лежат рубленными, склоняясь к воде утюжками и отражаясь в воде. Белый потом, да? Белый потом. Линия касания воды и камней смугла. Вот такое рубленное с нарочитым отражением. Короткие, поскольку они невысокие. Невысокие. Да? Вот такое. Вот такое. Смотри, как водоем сформировался. Первые проявления деревьев можно сделать просто вот такими царапками, обозначив себе будущие деревья. Кустики и деревца начинаем набирать чиркательно. Смотри, чирк. Прикольно? Это может быть и большой мастикин. И вот так чиркательно наполняю веществом. У тебя будет множество. Ну, беру для себя добыть. или вот, например, кустик. Нормально? Пусть такие наполнения делают. Пора. Покажи, как я тебе показываю. Ну и так показываю. У них какие-то деления, да? Так. Есть? Когда я его здесь делал, ну, здесь, кстати, у тебя ничего так получилось. Я побивал. С чирком. Смотри, чирк происходил. Ты, в общем-то, немножко уподобилась этому. Но и здесь не уподобилась. Смотри, чирк. 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 Вот такое. Вот такое состояние уподки. Вот такое. Согласны? Вот такое. Чирк. Смотри. Надо так произвести. Все. Лерина. Лерина. Каспи, больше, больше. Щупай, чтобы оно получалось. И не вдавливай. Подчиркивай. Подчиркивай. Схема-то очень простая. Ее нужно честненько выполнить. А вот камушки. Немножко перекруглило, но, в принципе, нормально. Так. Вот это. Смотри, пятно смуглое. Пусть оно здесь появится. Может, оно у него слишком? Ну, как бы, отражение вот этого деревца. Нет, это какое-то препятствие. Я имею в виду, вот это пятно. А, вот это. А потом щедро заслонишь. Частично заслонишь с синькой. Это теневые проявления белого на пленэре. На пленэре, это на воздухе. Теневые проявления белого синят. Хорошо? А вот эта часть. Отражается куст. Правда? Да. То есть, все нормально отражается, как в зеркале. И каменюки, которые вот здесь понатыканы. Вот ты их накидала, как мы здесь накидывали. Ну, только, наверное, маленькие, мастикки нам лучше. Накидала каменюк. Потом чуть-чуть сделаю им светлые проявления. Хорошо? А потом уже красочкой дополним. Сюда вернешь ту темноту, которая здесь была. Ты сделал арт-куст необъятный. А там он с дырками. Деревенький такой. Угу. Давай. А ты хоть и забыли. Вот это топтание краски, пока не сложится что-то такое, как похуже на гею. Потому что вот это не то, это кирпичики. Топчешь, топчешь, потом все испортится. Алло, алло. Я сейчас выйду. Я сейчас... Спасибо. 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 После того, как дерево заслонило, есть ощущение, что это туда просвет. Даль, правда? Да. И это тоже увеличивает некоторое увеличение. Немножко натемним низ и еще дереву дадим. Заслоненность стволов для того, чтобы было ясно, что это вот это ближнее дерево и из-под него просвет. Вот такая хитренькость, да? Дерево, которое заслоняет просвет вдали. Так. Камушки продолжают свое поселение. Вот здесь. Туда. Во. У. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...